здравствуйте уважаемые зрители посмотрите где находимся но успели прочитать полярно альпийский ботанический сад институт имени аврорина это город кировск вот приехали с женой светочка передай привет зрителям да ну и светочкиной мамой привет мама значит смотрите какие в кировские горы настоящие горы он там тоже самое тут так круговую это еще маленькие горы называются хибины многие так это знают в общем именно настоящие горы вот видите там вершина в общем в облаках ее даже и не увидишь ждем пока начнется экскурсия мы записаны на 13 часов ждем экскурсовода осталось совсем недолго снимем все что нам разрешат хочу охватить вот камеры именно горы вышел подальше немножко вот смотрите оцените просто масштаб немножко прояснилось и видно далекие там тоже горы видите а экскурсовод пришел так вот наша машинка фолькшваген джетта старенький люсенька собачка охраняй там сиди давай покажем тебя миру люся голос молодец молодец собачка молодец тебя с собой нельзя брать на экскурсию мы с тобой погуляли ты тут посидишь немножко потом еще не 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 юсидит иди место место все значит все собака ты за старшую так говорят экскурсовод пришел ну идем на экскурсию значит экскурсия началась кто записан тот проходит здравствуйте скажите пожалуйста можно вашу красоту поснимать на камеру все мы записаны мы идем все по-честному идем вот посмотрим что тут внутри наверно отель фос агро и тирвас написано ну это хоз постройки ботанического сада вот экскурсовод организовывает непосредственно экскурсию ну идем красиво я смотрите посажены березки по бокам но сейчас зима листиков нет летом наверно вообще тут здорово широко ну-ка сорока белобока о полетела ладно посмотрели на сороку вот это интересно что за здание наверно административно может ну честно сказать я не знаю это так я предположил а в этом здании деньги платить ну понятно кстати кому интересно билет взрослый стоит всего 200 рублей так как эта запись будет в веках то сейчас 2 января 2017 года и на этот момент цена 200 рублей вот тут бесплатно представление орликин молодцы 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 видите молодежь не только за компьютером умеет сидеть а еще вот это гимнастика там всякое гаражи какие-то что ли тоже здание там туалет есть вот за этим зданием мы уже тут прошлись после долгой дороги ну ладно идем платить по это я в сугроб зашел почему снимаю нон-стопом чтобы у вас было представление как будто вы с нами прогулялись кто хочет на перемоточки посмотрите ваше право ну кто-то хочет так потом пишут комментарии то чего тут урывками ничего не понятно вот снимаю так до здания дойду выключил или не выключать у меня power bank для камеры вот вам покажу кстати что это такое в этой сумочке открываем вот этот шнур идет в камеру здесь у меня по одной рукой неудобно вот видите лежит батарея у моего друга фирма в китае завод произвел вот ст юнит кому интересно вот рекламу вам задвинул чуть-чуть но после кризиса это по моему уже ничего него там нету да какой-то забор что и кусочки смотрим чтобы еще камера не запотела ступенечка а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Все наши, все свои здесь Да, много тут труда в этом нелегком деле Кажется ерунда Ботаникам сейчас все ругаются Студент хорошо учится ботаникам На самом деле серьезная работа, профессия Тут получается музей Музей А кто там? Белочка? Ну-ка Ну чучело Белочки, да Ну подождите, Светлана Михайловна Сейчас я же народу показываю Бликует немножко стекло Ну видите, да, тут Мох какой только может быть Всякие есть Даже у кедрова, смотрите, какие шишки Да, да Там кедровые Всякие разные Ну интересно вживую, наверное, посмотреть Кому что Ну где там куропатка? Вон там еще Стенды А, во Какая же это куропатка? Вот этот Тетерев что ли? Или глухарь кто такой? Глухарь говорят Ну кто знает, так напишите кто это такой Большой он он Больше петуха, наверное Глухарь этот Ну тут деятели Науки Так Веточки Всякие разные Цветочки Все-все-все Пожалуйста А это что за экспонат? Ксерокс Ну, 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 ясно Так Угу, угу Ну все, вроде бы Ждем Пока начнется экскурсия О, мои женщины Дорогие, любимые Устроились Ну что, нормально? Еще для меня осталось Посмотрите-ка даже место Хорошо сидим? Ну не зря поехали? Нет Да? Светочка, а ты довольна? Довольна Ну еще даже ничего не началось Она уж довольна Еще мы в Кировскую Снежную деревню потом пойдем Еще там снимем Послушаем меня Минуточку Снорданная группа Ищу как И к заявкам И так Присоединились Привет, молодежь Привет Здравствуйте Здравствуйте С Новым годом Спасибо И вас Сейчас попробую Свою любимую Четверо-сише Испомни Пришла зима Метели наметая Трещит мороз И лето Далеко А я вас с Новым годом Поздравляю Пусть Новый год Приносит нам тепло Тепло-удачи Радость первой встречи Тепло-любви Семейное тепло И пусть зенит Сегодня Новогодний вечер Бокалов звон Хрустальное стекло Это мои поздравления Но вы пришли же Ботанический сад Поэтому мне хочется Немножко рассказать Что такое Ботанический сад Я понимаю Что стоил там где-то Настроение Хороший друг Ученые-ботаники Они для вас тоже подготовили Много интересного Только это интересное Надо приехать смотреть В разное время года Потому что Что такое наука О ботаниках Это наука о растениях А их тут у нас Огромное количество Только часть из них Где молодой человек Часть растений Где сейчас находится Под снегом Под снегом Часть растений под снегом А Людмила Ивановна Меня звать Кстати Людмила Ивановна Если будут такие вопросы Ко мне Не стесняйтесь Обращайтесь Так вот Чтобы увидеть все растения Я вас пригласила В другое время года А изначально Поскольку здесь есть Я поняла Гости города у нас Не только местные жители Откуда-то к нам приехали Гости еще Так вот Здесь Мурманска Здравствуйте Мурманчане Здравствуйте А еще какие города Северомус Привет Еще Кировчане Привет С гостями где-то Какая хорошая группа Молчат Все слушают Молодцы А я с удовольствием Вам показываю Ребят Ну придется потерпеть Показываю Того человека Который создал Ботанический сад Вот он наш Первый директор И основатель сада Николай Александрович Аврорин Аврорин А я еще хочу Об одном человеке Рассказать О том человеке Вам расскажут В любом музее Нашего края Итак Моя указка Я надеюсь Она не подойдет Она вам покажет Фотографии ученого Да Поднима Вот я даже включу Лампочку Побольше И вот чтобы вам отметить Вот этого ученого Удивительного человека Сердечного Вежливого Душевного Скромного Внутренне тактичного Демократичного Александра Евгеньевича Ферзмана Это он сюда едет В наш край Осваивать Это он нашел Таблицу Менделеева Под открытым небом И это он Привез сюда Ботаников Ну а ботаникам Конечно захотелось Узнать Что на севере растет А еще были Такие ботаники Которые хотели узнать А что может Расти здесь В условиях Заполярья Для этого Как вы думаете Есть у растения Ножки Ноги Есть Нет Наверное особо Они конечно могут Перелетать Переплывать Могут Но вообще Это сорняки Больше это делают Хорошие Красивые растения Ездят за ними Ученые И везут Так вот Александр Евгеньевич Ферзман Этот человек Привез ученых Буквально быстро В двух словах Это историю Создания Ботанического сада Так вот Что он сделал Он приехал Привез ученых Ботаников И так уж Случилось В те далекие годы Погода меняется Так же как и сейчас Погода поменялась И трагически Погибает у нас В горах Ученый Ботаник Вот у него фотографии Сергей Сергеевич Гомершин Поднял Приехал Провел исследование Не было еще Ботанического сада А было огромное желание Узнать Кто же здесь На севере растет Поднялся на гору Провел свои Провел снимки И заблудился Его носили к туман И вот даже Вот эта фотография Как раз внизу Под его Фотография Того места Где он заблудился Вы можете подойти И посмотрите Вот она Фотография Откуда не смог Быти Сергей Сергеевич Гомершин И так Он погиб Осталось Дело Незавершенным И давайте-ка Вспомним Мы таких известных Ученых Правда Новый год Не очень хочется Но все-таки Бавилов Слышали? Курсанов Принешников Цензорных Известные ученые Того времени И всех их Вез сюда Александр Евгеньевич Ферстман Представляете Какой неугомонный Был Они влюблялись В наш край Только видели Они не тот край Который вы сейчас А видели Край непуганных птиц Край нехоженных троп Край о котором Говорили С одной стороны Море С другой Горе С третьей стороны Моха С четвертой Ох И вот так Случилось Что приехал Они задумались Над вопросом А кого бы В Хибино направить И выбор Падает На молодого человека Который Успешно Закончил В то время Санкт-Петербургский университет По профессии Ботаники Геолог На Николая Александровича Абролина Удивительный был человек Очень любил природу Родился в городе Тамбой Маме своей Со всей округи Переносил растения Успешно закончил И вот заявил Себе студентом Нам сказали Следующее Я очень хочу узнать Полезные свойства растений Всего Советского Союза На юношу заметили И направили в Хибино Как я уже сказала Увидела Не то что вы сейчас И вот он даже Поспешил Сказать своей Любимой супруге Такие слова Я туда и обратно Ботанику Тут делать нечего А сам любил Сануж край А сам стал Пускать растения С гор И вот тот Кто приехал С Ферсманом Увидели растения Которые жителям Средней полосы Неизвестны Маки Например Альпийские Азалии Там разные Горные растения И кто-то Даже глядя На его цветочное Хотя здесь произносит Как сейчас считают Роковую фразу Да у вас Это целый Ботанический сад И почему бы и нет Вынашивал Вынашивал эту мысль И вынес на обсуждение Всех партий Которые бродили Под руководством Ферсмана В тот год И его внимательно Выслушали Назначили директором И все С тех пор Прошло 85 лет И с тех пор Наши ученые Ботаники Работают Изучают И вам Уважаемым посетителям Предлагают Именно те растения Которые наши Я могу долго Рассказывать Надо идти Которые могут В наших экстремальных Условиях Выжить И быть украшением Вашей дачи То есть Прежде чем попасть В озеленение Попадают растения К нам сюда И где Внимательные Ученые Ботаники Смотрят Ага Как они реагируют На наш длинный Световой день На нашу темную Полярную ночь Наши перепады Резкие температуры Найдут ли они Своих опылителей Зацветут ли Дадут ли Свои семена И если это все Случается Все совпадает Тогда эти растения Мы показываем А чтобы их увидеть В другое время Года я вас пригласила Вы услышали Пока же Мы работали Не только с растениями Открытого грунта То есть Переселяли растения Не только с одной Дикой природой Другой А еще и Теплолюбивые Растения То есть Когда за окном Нетет Когда присутствуют В природе Только серо-белые Краски Какой не хватает? Зеленый Зеленый То есть Мы все ходим Среди зимы Попасть в лето Вот туда Мы сейчас с вами идем Все Пока такая информация Ноченьки Крем много Застегиваемся Мы ходим на улицу И идем смотреть Коллекцию Теплолюбивых растений То есть Мы идем К воронзерею Еще хотела бы Нас похвастаться Чуть-чуть Вот это здание Вот его построили 36-39 Представляете Сколько лет Не было ремонта Вот такой Косметический Чуть-чуть был И вот сейчас У нас идет Капитальный ремонт Я выпросила Для вас Уважаемые посетители Это место Чтобы вы могли Сюда хоть прийти Хоть как-то Хоть побыть Чуть Поэтому Приходите В другой раз Вы увидите Отремонтированное здание И мы будем Надеяться На лучшее Нас туда Куда надо Мы стоим Ждем меня Пожалуйста Я не случайно Вас Спасибо Все пошли За собачкой За рыжей За мишкой Надо За экскурсоводом Понятно Что все Говорю я А очень хочется У вас спросить Вы когда-нибудь У присутствующих В полном Был в ботаническом саду? Да Были Ну кто был Поднимите руку Спасибо Можно я у вас Прошу Вот ответьте мне На вопрос Где находится Ботанический сад Вот мы здесь стоим А где В нашем представлении Находится Ботанический сад Вот где он Где он Ботанический сад Ау Ты где Для тех кто Послушайте меня Пожалуйста Это я прощаю Потому что Школьники Прощаю Зрослые Так вот Перед вами Как на ладони Заповедная территория Ботанического сада Гора С красивым Саамским названием Будьявор Чор Озеро Будьявор Чор Гора Гора Примыкающая К озеру Будьявор И заповедная территория 1370 гектар И где находится Ботанический сад Девочка В горах Хорошо Как вас звать? Поличка Давай вместе проследим Где находится Ботанический сад У подножья На склонах И на вершине Этой горы Это наша Северная природа Вас порадует Другое время года А вот то что Наши ученые Перетелили Изучили И предлагают Как материал Для озеленения Мы вам сейчас Не покажем Потому что Все растения Открыты грунтом Под снегом И отняли мы У этой территории 80 гектар Для того чтобы Как раз Пролубить аллею Сделать посадки С растениями И создать питомники Их тут много Приезжайте Смотрите И не обижайтесь Пожалуйста Потому что Мы не разрешаем Гулять Очень Пока еще Не научились Наши посетители Вести себя В природе Самое интересное Вот такое у меня Замечание Смотрите Наши ученые Не только Кропотливо Выращивают И предлагают Вам растения Для озеленения Они что еще Делают Они еще Берут И эти растения Поднимают По горе По разным По лесам Растительным А вы же Пробираетесь Туда Ну не вы Конкретно Другие И не зная Этих моментов Наших Выдирают Там грибы Ягоды И то и другое Повреждают Тем самым А пока Не будем О грустном Пока мы Пойдем По аллее Ботанического Сада Потихонечку В оранжеве И если Вы меня будете Слушать Я немножко Вам расскажу Где мы пройдем Ставь минутку Прежде чем Пойдем дальше Вот она гора Я надеюсь Вы поняли Что это Удивительная территория На которой Из 100% Растений В всей Мурманской Области Наши ученые Определили 45% То есть Ехать никуда Не надо И зону тайги И болота И тундра Вы представляете На одной этой территории Итак Идем по аллее Но там появляется На пути Следование Речка С красивым Саамским названием Если гора Называется Вудьявор Чор То река Называется Вудьявор Йог Это местные Жители Саамы Так называли Свои горы И речки Вудьявор Йог Обозначает Следующее Йог Река Примыкающая К озеру Вудьявор Итак Заповедная территория Перед вами Появилась Условная граница Нашей территории Появилась река Ну и подарок От меня Для тех Кто меня Слушает Если есть река И если есть мост Через реку То есть такой обычай Берем комочек Ледяной Найдем Ледяной Не снежочек А комочек Загадывая желание Встаем Напротив Течения Речки Бросаем Начало Течения Оно Комочек Проплывает Или не Проплывает А с другой стороны Смотрим Выплывет Желание Убывается Идем Кто хочет Бросать Поделись Встать Выплываете Встать Пера Аккуратнее Загазывается Встать Смотрю Политая Клиско Течения Речка Девочка Всем поделись Ух 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 Миша, ты чего лаешь? Прошли речку Желаний, Будьявор и Йок. Идем дальше в сторону оранжерей сада. Не надо, может, а? Для тех, кто меня слушает, мы идем по нашей главной аллее. Вы уже мысленно снег этот снежно-покрывало подняли, увидели растения, которые зимуют без укрытия, без всякого. А мое внимание будет сейчас направлено на дерево. Одно, видок у нас, как видите, немного. Одно дерево, очень хочется, чтобы вы на него посмотрели. Как оно называется? Береза, белая береза, да? Возраст этой березки больше ста лет. Это реликтовое дерево, оно на севере редко доживает от такого возраста. Теперь вопрос у меня. Как можно отличить березу в темную полярную ночь по ее кроне? Кто-нибудь знает? Если не видно ствола белого, как можно отличить? Ответ перед вами. Краевые побеги, краевые побеги уберется, видите, чаще всего свисают вниз. А скажите мне, пожалуйста, что за черные поперечные дуги на стволе уберешь? Часто видно, мало кто знает. Это как вы думаете, что такое? Это явление называется... Где-то мой лучик-то мой. Это такое явление называется чечевички. Сквозь них проходит воздух в летнее время. Сейчас они закрыты. Иначе береза очень прочная, крепкая. Тревесина просто бы задохнулась. А видели ли вы, уважаемые посетители, как береза, в отличие от женщин, три раза всего за жизнь меняет свою одежду? Видели? Первый раз. Какой она, когда она появляется до метра высотой? Какой у нее ствол? Серый. Нет. Коричневый, понаблюдайте. Дальше она какой становится? Серый. Бело ствольный, да? Бело ствольное белое вещество, бетулин. А когда она стареет, это вещество все становится все меньше и меньше. Она становится серой. Любой методический продукт и ничего нового здесь не видите. Все тоже. Но знайте, что вот в каких условиях находятся эти растения. В экстремальных не надо столько света, не надо столько ночи растениям. А мы их вот сюда посадили, ухаживаем. Все-все о них знаем, они вам сейчас себя покажут, да? Сейчас пойдем в оранжерею. Вот экскурсовод, я не успел снять объяснение, рассказывает нам, что вот эта гора, это мамонтенок. Это морда мамонтенка. Может понять не будет? Мама, мне начать как-то на родину, что пальцы не хотели сверли. Ну так, да, так. Пока не скажете. Хуже, правда? Ну да. Вон, видите, сверху прям глаз у него какой, смотрит в небо. Такие дела, мамонтенок. Ну все, идем в оранжерею, холодновато сегодня. Светочка, что с собакой сделала? Лежит, не знаю. Михаил, Миша, Миша, Мишенька, ты чего? Я думал, ты помер уже. Ну ладно, нормально все. Пойдем. Входим с улицы в оранжерею. Камера, если запотеет, не серчайте. Там внутри очень тепло, а на улице мороз. Минус 16 градусов. В машине есть градусник, вот показал. Так, дверь закрываю, да? Да, я снимаю, так я последний. Оп. Так. Так, в темноте бы хоть молочнее тут не раздавить, детишек-то нет передо мной. Ну так очень хорошо. Очень сильно хорошо. Так, что делать дальше? Раздеваются. Ага. Дима, ты можешь не раздеваться. Все понятно. Разрешили. Тут в гардеробе это надо раздеться. В гардеробе надо раздеться. Светочка, раздевайся, давай. Медленную подмузочку можно. Сверху закинуем. Я пошла. Так, тут ничего. да ребята адаптируем камеру все запотела как от потеет сниму пока камера отпотела до хоть какой-то картинки вся экскурсия уже закончилась придется вам быстро-быстро вкратце и так сквозь туман запотевшего объектива показать ну конечно надо приезжать и самим смотреть в общем как в джунглях здесь и на первый взгляд все однообразно хотя все деревья разные о какой-то родственник банана в общем приезжайте все и смотрите сами всем рекомендую чудеса оттавил почти весь объектив вот справа вверху осталась такая как облачко из влаги ну видите на экране ну хоть что-то вам хочется показать более-менее адекватную картинку кстати выключили свет вот там включили резервные здесь специальные лампы приближенных спектру солнышко там где-то там в экваториальных наверное широтах я прослушал курсовод рассказывала что за лампы но съемка в этих условиях ужасная с этими лампами но вот такие заросли прям тут можно гулять смотрите тропиночки у пройдемся знаете мне немножко напоминать фильм этот парк юрского периода сейчас откуда динозавр как выскочит о хвойные какие-то вот опять этот свет желтый монохромный автофокус видите совсем не хочет работать из-за запотевания то есть он проецирует фокус как раз на это пятнышко влаги поэтому качество конечно съемки страдает везде таблички с надписями видите что за растение сирийский гибискус вот такие листики тому гибискуса и многие растения кстати вон дома растут горшках казалось из этого сада ботанического изначально а сейчас как комнатные он видит какие интересные ой оттаял объектив что ли ну наконец наконец можно нормально поснимать наконец я уже надо уходить я тут хожу брожу ругаются что так долго надо уже все освобождать следующая экскурсия скоро час целый камера оттаивала целый час или наоборот не оттаивала как это ну вы поняли меня все где здесь выход то тут в общем я прошел как бы кругом и вон туда надо выходить ну чтобы выйти в целом из оранжерею себя то сниму повернул я камеру на себя так что дорогие зрители вставлю еще немножко фотографий жена у меня сделала их на телефон сейчас телефоны фотографируют как хорошие фотоаппараты немножко покажу вам что я не знаю уйка уйка три вида короневская набухая набухая птичка прилетела раз и есть очень раз и и раскрылись появляется в головах сантимической птицы такая интересная сейчас Родственник ананасом хотел подарить вам, вильбергию. Голова немного кружится. Не всем нравится. В Африке на горах приехал, они все там где-то видят. Все фотографируются с каким-то... А, большие листья огромные, точно. Как в парке юрского периода, точно. Тоже, да, есть такое ощущение, особенно когда в зарослях там ходишь. Ну-ка, вот в сравнении с человеком, какой лист большой, на самом деле можно от дождя укрываться. И таких листьев, если много набрать, крышу в хижине в какой-нибудь накрытием и все. Да. Да. Это он и цветет. Да. Я вот там показывала вам, да? Где там выход-то? Где там выход-то? Да. Вот. Вот он. Уходим. Ну так, напоследок, немножко, пару слов. Понравилось, дорогие женщины, вам тут в этом... Понравилось, конечно. В ботаническом саду. Да. Ну и мне тоже. Как-нибудь, может, еще и съездим в другое только время года, когда на улице здесь есть на что посмотреть. Да. Да. Ну, до скорых встреч. Спасибо, кто смотрел. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok